Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker, и сегодня у нас такая, знаете, отчасти необычная тема, которая ни разу не поднималась на моем канале, но у меня уже был однажды такой заказ. Те, кто следит за каналом, вы, наверное, прекрасно помните, что однажды мне нужно было всего лишь навсего записывать, можно сказать, урок. Курс! Как хотите это называйте. То есть это был видеоурок по 1С, по одной из там вариаций программ. Нужно было просто записывать и записывать человека, поставить цветовую схему, повесить ему, чтобы записывался качественный звук, петлю или что-то еще, и все, записывать его. Но был небольшой нюанс в том, что он, естественно, мог сбиваться, и все это просто затрудняло нашу работу и увеличивало время. И вот как раз-таки в этом случае меня тогда сразу спросили, а есть ли у меня суфлер свой, потому что, возможно, он пригодится. Это вот первый момент, когда он мне понадобился именно по работе. И второе, господа, если вы, как и многие, сейчас любите делать какие-то курсы, то однажды вы столкнетесь с таким моментом, что даже имея какой-то, вот знаете, большой объем материала, вы будете понимать, что для того, чтобы правильно, гладко и складно его записать, вам потребуется такое количество времени, такое количество склеек, что просто это будет выглядеть действительно ужасно. И вот именно в данном случае для различного рода курсоделов и прочего, когда человек выделил побольше времени на этапе подготовки, написал себе текст все правильно, грамотно, с какими-то паузами и прочим, акцентами, то потом он может просто, глядя прямо в камеру, как я сейчас, продиктовать этот текст через телесуфлер и не иметь проблем. И вот даже такая, наверное, отчасти сухая подача материала, потому что суфлером работать надо учиться, даже эта сухая подача материала, именно для курса, там, где люди пришли впитывать информацию, она подойдет. И вот это, на мой взгляд, как раз-таки два таких вот основных применения подобного рода девайсом. Ну и помимо этого, помимо этого, наверное, все-таки некоторые люди, кто даже пишут какие-то блоги, и их блоги содержат большое количество информации, знаете, не так, как у нас, когда мы любим просто поболтать и поразглагольствовать, а когда там действительно какие-то цифры, данные, возможно, это исторические сводки, возможно, это технические характеристики каких-то девайсов, то есть не просто болтология. И вот тогда, опять же, чтобы потратить меньше времени на запись этого видео, чтобы потратить меньше своих нервов, вы можете использовать телесуфлер, и сегодня мы поговорим о как раз-таки одном из таких девайсов. Компания YSEO, вы знаете прекрасно, у меня до этого был слайдер, были небольшие фонарики, и сейчас она очень активно развивается, я смотрю, у них в инсте какая-то слайдер, превращающийся в телегу для штатива, блин, действительно интересная штука, но, к сожалению, я пока не могу похвастаться, у меня ее нет. Так или иначе, сегодня мы говорим о суфлёре от компании YSEO, и сейчас давайте попробуем как-то поподробнее в этом деле разобраться. Вообще удивительная вещь, он идет вот в таком вот кейсе, то есть вы можете взять его с собой куда-то, на дело, так сказать, и это будет выглядеть достаточно, достаточно опрятно. В кейсе нас встречает, что у нас тут, это, соответственно, темный такой лэнс-худ, так называемый, ну, чтобы, короче, было потемнее. Есть замечательная брошюра на китайском, само собой, все, что нам нужно знать, то, что приложение, которое нам необходимо установить, называется Лазанья Телепромт, но об этом позже оно называется не так, конечно же. Сам суфлёр, который выглядит достаточно просто, это всего лишь вот такая конструкция, коробочка, в которой отгибается вот это вот стеклышко, и именно качество самого вот этого стекла, оно и нам, собственно, говорит о качестве суфлёра. Ну и, естественно, парочка креплений для смартфона и планшета, для смартфона побольше, естественно, и также, также мы здесь с вами видим огромное количество переходников, чтобы любой объектив наш попал вот именно сюда. Ну и сейчас, конечно же, мы, ребята, с вами попробуем, попробуем все это дело собрать. Ах да, я забыл, еще у нас есть вот такой вот замечательный мини-пульт, который у нас Bluetooth, вы совершенно спокойно его включаете, подключаете, сейчас установим приложение, в общем, давайте начнем. Итак, я думаю, вот эту штукенцию нам надо отсюда убрать. Соответственно, мы будем использовать вот это вот для смартфона. Мы его сюда прикладываем и прикручиваем. Есть у нас в комплекте парочка вот таких вот микро штукенций. Мы ее сюда прокидываем, его здесь подставляем, и дело у нас должно быть в шляпе. Ну, я так думаю. Соответственно, сзади у нас ставится большое крепление для планшета, если вдруг мы захотим планшет поставить. И также у нас есть возможность установить телефон. Вот, как-то так это у нас выходит. И вот эту штукенцию, я думаю, на место вернуть, если это вообще необходимо. И, собственно говоря, наш смартфон мы можем вот сюда вот загнать. Таким образом. Дальше, ребят, я советую сразу, наверное, пойти и скачать приложение. И здесь есть нюанс. Если мы с вами заходим в Apple Store и попробуем ввести тот самый лазанье телепромтер, то у нас ничего не получится. Но, если мы просто напишем YC Onion, как я сейчас, то первое приложение это YC Onion для, соответственно, штатива. А вот дальше по-китайски. Вот именно так. Вот с таким логотипом, такое китайское приложение. Именно его мы устанавливаем. И бинго-бонго, оно называется лазанье телепромтер. И именно в нем у нас все и будет работать. Я его уже установил. Соответственно, закинул сюда какой-то небольшой текст. И мы сейчас с ним сможем работать. Также вот здесь вот у нас Connect the Controller. Вот этот маленький контроллер. Его самое главное включить, чтобы он сгорел синим. Все. Connect success. То есть никаких вообще проблем. С контроллером сконнектились. Мы можем включить. Все. Play. И этими кнопочками мы с вами можем перематывать, увеличивать или уменьшать текст. Двигать куда нам надо. Останавливать и запускать. И вот на эту клавишу ускорять. Все быстрее, быстрее, быстрее. И потом снова медленно. Пауза, стоп. Все. Очень компактный. Очень легко все это управляется. В общем-то, да, достаточно удобно. Приложение установили. Пол дела сделано. Поехали дальше. Еще нюанс, ребята. Так как у меня очень массивный объектив. Сейчас я снимаю на 24-70 G Master. Основной план вот этот. Это на секундочку Sony FX3 и G Master 24-70. Ну, чтобы вы понимали. Просто сейчас такой удачный, успешный момент в моей жизни. Так вот, 82-ое кольцо это как раз максимальное. Максимальное. И мы снова вот эту вот штукенцию вынули. И кольцо это просто сюда вот так вот загоняется. И, естественно, вот эта конструкция ставится на место. Но в нашем случае его нужно сразу навернуть на объектив. И потом уже, так как и камера, и объектив очень тяжелые, я просто установлю весь этот суфлер прямо себе на камеру. А так, вообще, задумано, что он будет ставиться у вас на стойку, на штатив или еще куда-то, а камера здесь рядом надеваться. Но нет, в моем случае это все настолько легкое, что оно просто повисит прямо на камере. И ничего с этим не произойдет. Так, давайте накрутим. Перед установкой я предпочту это дело все вот так вот хотя бы тряпочкой обработать. Потому что тут огромное количество какой-то пыли, грязи, непонятно чего. А все это будет очень сильно зависеть от этого всего. Наша конечная картинка, будут ли какие-то засветы или еще какие-либо проблемы. Чик. Итак, чтобы вы понимали, господа, как сейчас выглядит эта конструкция, я вам показываю со второй камеры вот такое вот. И да, я не врал, это у нас FX3 и, соответственно, G-Master 24-70. На 82-й диаметр как раз мы насадили этот телесуфлер. И вот сейчас мы очень четко понимаем, зачем нам вот этот вот самый, я его назвал лэнс-худом. Ну, это вот такая штука, которая прикрывает блики для дисплея, обычно вот какого-то накамерного. Здесь же в данном случае совершенно нельзя, чтобы сверху у нас попадал какой-то свет. А я сейчас нахожусь в своей импровизированной студии. У меня отсюда лупит свет, в комнате, в принципе, темно. Есть различные другие источники, да, которые светят на фон. И, соответственно, мы видим такое изображение. Ну, а тут нам на помощь приходит наш лэнс-худ, который в данном случае еще и на магнитах. Мы его просто вот так вот бац, и все. И я посмотрю, да, изображение у нас вернуло контраст. Вы можете примерно вспомнить, как выглядела картинка до этого. Я даже могу здесь приложить рядом. Потеряли мы какой-то контраст, насыщенность или еще что-то. Самое главное не допустить, чтобы между камерой и вот этим экраном сверху попадал какой-то свет. И вот эта вот защита, она как раз, собственно, для этого нам и сделана. При помощи кнопок на телефоне, на смартфоне, мы можем перевернуть и отзеркалить текст, чтобы он у нас нормально выглядел. И все, собственно, вот сейчас я смотрю, я могу вверх вот так вот перещелкать. И я смотрю так слишком быстро. Давайте я сделаю помедленнее. Вот, самый медленный, да? Самый медленный. Но, естественно, для того, чтобы работать с суфлером, этому надо учиться. Нужно определенно вырабатывать какую-то структуру. Нужно писать текст так сразу, как будто бы вы говорите его просто в обычной своей разговорной манере. И это, блин, крайне важно. Это очень важно. Потому что иначе вы будете дико палиться. Но если это просто какой-то курс, где вы должны с каменным лицом выдавать информацию, тогда, я думаю, это прокатит. Но если вы хотите блоги свои делать, в том числе, какими-то эмоциональными, но при этом не делать много склеек и болтать по тексту, это будет очень сложно. И вот в данном случае у меня здесь текст того, как я хотел бы снимать. Под капотом снять всякие элементы. Внешко. Сделать несколько кадров со слайдера. Кадр с трубами на ходу. Кадр из пролетающей дороги. Кадр в лицо водителя через стекло. Кадр с заднего стекла на ходу. В салоне в жухе палка, спидометр, глаза. Ребята, вы чувствуете, да? Как это какой-то вот на полет мысли сценариста, да? Лицо водителя крупно в салоне. Различные проезды мимо мини-камеры. Навстречу по ходу движения сбоку. Стабилизатор из машины. Проезды разной крупности. Кадр из кофтера. И везде хороший. Звук. Ребята, вот как-то так. В принципе, пользоваться этим удобно. Очень удобно. Я знаете, чего боялся? Потому что у меня был уже девайс от YSEO. И там были большие проблемы с приложением. То есть, ну, не то чтобы с приложением, а с ПО в целом. То есть, я уже говорил неоднократно. У китайцев, вот у прям махрового Китая, они могут сделать железяки. Они могут сделать даже какие-то электронные железяки. Но они не могут сделать, купить каких-то, знаете, людей, которые напишут им качественное приложение. Вот этого они не могут сделать никогда. Потому что это реально дорого. Это стоит больших средств и вложений. Но, вот в данном случае, в отличие от того же слайдера, да, который нужно было часто заставлять работать, что-то там мудрить. Здесь нет. Вот приложение, единственный момент был в самом начале, когда нам нужно было установить приложение. Но мы не знаем. Оно называется так в документах. А по факту оно называется совсем иначе. Но когда вы его установите себе, иконка будет называться Лазаньи Телепромбер. И все. А вот дальше, на удивление, все очень быстро сконнектилось. У меня смартфон на iOS. Я думаю, на Android там точно такое же приложение. И, собственно, все. Мы все прекрасно видим. Текст можно сделать крупнее, очень сильно крупнее. Кстати, вот самое медленное. Это все, конечно, очень быстро. Вот самое медленное. Самое медленное все равно достаточно быстро. То есть, вы будете читать, ну, так, на скорую руку. Различные проезды мимо меня. Тара-та-та-та-та. Ну, в общем-то, да. Все, я наигрался. Вы, ребята, видели изображение. Портит ли эта штука изображение. Причем здесь самые такие сложные условия. Все светит сюда. Кругом должны быть переотражения, которые мы вот этим вот лэндсхудом с вами убрали. Ну и, собственно, все. Вот такой вот суфлер. Учитывая то, что прилога работает и пользоваться можно, я делаю вывод, что совершенно спокойно такой девайс можно брать с собой на дело. В общем-то, у меня вообще не было никаких, знаете, мыслей по поводу того, что он будет как-то херово сделан. Там не поставишь, например, никак не присоединить там свой смартфон или планшет. Нет, про это я вообще не думал. Я думал, что не будет работать вот это, не будет работать вот это. И самое последнее. Очень некачественный экран. А вот качество экрана я с вами посмотрю на монтаже, и вы тоже увидите. Но я думаю, что в любом случае, когда покупаете недорогой телесуфлер, вы должны быть готовы, наверное, к какому-то небольшому, крошечному ухудшению качества в этом случае. Потому что, извините меня, все равно вы видите изображение, которое прошло через еще одно стекло. Через еще одно стекло, и которое причем стоит на расстоянии от вашей линзы. И, естественно, тут не должно быть никаких вообще абсолютно гуляющих фотонов и переотражений. Вы были на канале Budget Filmmaker, друзья. Я думаю, что это кому-то было полезно. Увидимся уже совсем скоро. Адьос.